Ваша задача – преодолеть разрыв между вашим текущим положением и целями, которых вы хотите достичь. Добрый день, я Брайан Трейси, и сегодня я хочу рассказать, как создать эффективный план по достижению ваших целей. У многих людей есть цели, но некоторые люди добиваются гораздо большего, чем другие. Обычно это происходит потому, что люди, которые достигают целей с большей скоростью, чем средний человек, используют проверенный, системный метод постановки целей и их достижения. Все просто. Вам нужен эффективный план действий. Первое, что нужно сделать, чтобы создать такой план, это внятно сформулировать, что именно вы хотите. Ясность – это самое важное в постановке целей. Вместо постановки размытых целей, таких как «хочу больше денег» или «хочу быть здоровым и богатым», сформулируйте четко, сколько конкретно и за какой конкретно промежуток времени вы хотите заработать. Или как именно вы собираетесь поправить здоровье, насколько хотите похудеть или набрать вес. Ставьте разноплановые цели. Цели могут быть в каждой сфере вашей жизни. Представьте себя слаженной машиной по постановке и достижению целей. Определите цели в сферах вашего здоровья, вашей работы, ваших финансов, ваших отношений, ваши личные цели, цели вашего профессионального, социального и духовного развития. Это мгновенно переведет вас в совершенно иную категорию людей, поскольку большинство не имеет представления, чего они действительно хотят. Большинство людей бессознательно озабочены страхом неудачи, который мешает им ставить конкретные цели. А если вы не ставите четких конкретных целей, то вы не можете достичь их. Вот основная причина неуспешности. Шаг 2. Напишите свои цели на бумаге. Только 3% людей записывают цели на бумаге, а все остальные надеются это сделать когда-нибудь. Успех начинается с листа бумаги, ручки и пары минут вашего времени. Начните с метода трех целей. Не более чем за 30 секунд, прямо сейчас, быстро запишите три самые важные цели в вашей жизни. Что бы вы ни записали, это, скорее всего, точная картина того, чего вы действительно хотите в жизни. Когда вы записываете цель, вы как бы программируете ее в своем подсознании и активируете целый ряд ментальных способностей, которые позволят вам достичь гораздо большего, чем вы когда-либо мечтали. У вас появляются ожидания, и вы начнете притягивать в свою жизнь людей, события и обстоятельства, которые помогут достижению вашей цели. Третий шаг. Установка крайнего срока. Если у вас большая цель, установите промежуточные сроки. А если вы не достигнете цели к сроку, что ж, установите новый дедлайн. Установка сроков – это всего лишь приблизительная оценка достижения цели. Может, вы достигнете цель гораздо раньше, а может, на это уйдет гораздо больше времени, чем вы думали. Но перед тем, как отправиться в путь, вы должны определить конечное время. Крайний срок будет подстегивать ваше подсознание на пути к достижению цели. Если вы хотите достичь финансовой независимости, вы можете поставить перед собой цель на 10 или 20 лет, а затем разбить ее по годам, чтобы знать, сколько вы должны откладывать и инвестировать каждый год. Нет неосуществимых целей. Есть только неосуществимые сроки. Следующий шаг в создании плана действий – составить список всего, что вы только можете придумать, что вам нужно сделать для достижения своей цели. После того, как цель сформулирована, основное, что сдерживает людей от движения к ней, это нежелание выделить время на составление списка всех тех небольших шагов, которые им придется сделать для ее достижения. Опишите препятствия, которые вам нужно преодолеть. Определите, какие знания, информация и навыки вам понадобятся. И, наконец, определите людей, чья помощь и сотрудничество вам потребуются для достижения цели. Чем детальнее список, тем больше вы будете замотивированы, тем сильнее будет ваша вера в то, что это возможно. Объедините все эти элементы в план, организованный по приоритетам и последовательности. Приоритеты – это то, что важнее и что менее важно. Последовательность – это то, что необходимо сделать в первую очередь, прежде чем переходить к следующему шагу. Перечислите все возможные шаги, которые вам придется выполнить. Пришла в голову новая идея? Добавьте ее в список. Правило 80 на 20 гласит, что 80% результатов принесут 20% ваших дел. Правило 20 на 80 гласит, что первые 20% времени, которое вы потратите на планирование своей цели и составление плана, стоят 80% времени и сил, необходимых на достижение цели. Теперь, когда у вас есть полный список, составьте из него комплексный план. Планируйте день, неделю и месяц заранее. Планируйте каждый месяц в начале месяца. Планируйте каждую неделю на выходных. И составляйте план на каждый день накануне вечером. Чем тщательнее и подробнее вы планируете свои задачи, тем больше вы достигнете за меньшее время. Есть простое правило. Каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на выполнение. Когда вы расписываете план на день, выберите самую важную цель дня. Не забывайте про расставление приоритетов по правилу 80 на 20. Спросите себя, если бы я мог сделать только одну задачу из этого списка, какая из них самая важная? Затем спросите себя, если бы я мог сделать еще одну задачу из оставшихся, какая из них была бы наиболее полезной для достижения цели? Выберите эту задачу и обозначьте ее цифрой 2. Продолжайте спрашивать себя до тех пор, пока вы не напишите 20% задач по важности и последовательности. Теперь у вас есть план действий. Следующий шаг – действовать. Контролируйте результаты и вносите коррективы по ходу дела. Обязательно делайте что-то каждый день, что приближает вас к тому, что вы действительно хотите от жизни. Если вам понравилось это видео, и оно как-то помогло вам понять, как быстрее приблизиться к своей цели, поделитесь им с друзьями или знакомыми, которым оно также может быть полезным. Прежде чем мы закончим, я бы хотел повторить мысль, над которой вы можете подумать с близкими и друзьями. Ваша задача – выстроить мост между тем, где вы находитесь сейчас, и целью, которой вы хотите достичь. Напишите в комментариях, а какую цель хотите достичь вы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание. И помните, если вы хотите изменить свое будущее, действуйте. И действуйте, не откладывая.